Продолжаем выпуск. Президентская форма правления стала фундаментальной основой государственности. Об этом заявил исполнительный директор фонда первого президента Казахстана Ельбасы Канад Жумабаев. Сегодня состоялась международная онлайн-конференция, посвященная 30-летию учреждений Института Президентства. В ее работе приняли участие руководители государственных структур, представители авторитетных международных организаций, известные общественные деятели, ведущие ученые Казахстана, России, Франции, Азербайджана и других государств, а также историки, политологи и правоведы. Как отметили участники в современной истории независимого Казахстана, ключевая роль принадлежит Нурсултану Назарбаеву, как основателю современной казахстанской государственности. Именно Ельбасы организовал в столице первый и единственный в новом тысячелетии саммит ОБСЕ и смог добиться принятия декларации о евразийской безопасности. За годы независимости все основные стратегические решения инициировались и принимались при прямом участии первого президента Республики Казахстан. Ельбасы удалось убедить народ в правильности выбранного курса. Была принята Конституция страны, введена национальная валюта, созданы вооруженные силы, как оплот независимости. Был создан Национальный фонд Республики Казахстан, как гарант безопасности для будущего поколения в период финансовых и экономических кризисов. Были ввесены соответствующие поправки в Конституцию тогда еще Казахской ССР и был избран президент Казахской ССР Мавсултан Абич Назарбаев. Было положено начало новому институту правовому.